Перед официальной частью исполняющие обязанности губернатора и глава Адыгея Аслан Хакушинов провели личную встречу. На ней они обсудили перспективы дальнейших взаимоотношений. Затем разговор продолжили уже на совещании с региональными министрами и главами муниципалитетов. Сотрудничать Кубани Адыгея планируют в сферах экономики, здравоохранения и образования. Отдельно коснулись темы развития туризма, в частности создания курортного комплекса Лаганаки. Все эти намерения отражены в соглашении, который подписями сегодня скрепили главы субъектов. Мы должны вместе строить нашу совместную экономику по определенным отраслям. Мы должны планировать наше торгово-экономическое сотрудничество, рассматривать проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры. Важно, чтобы два наших братских народа, два соседа жили в мире, в дружбе и согласии. Вот наша основная сегодня задача и основная цель нашего приезда сюда. И я думаю, что мы здесь нашли полное понимание и поддержку. Те добрые отношения, которые сложились с десятилетиями и нашими, и старшими, и то, что сегодня происходит, говорит о том, что отношения самые замечательные, самые добрые. Мы просто сегодня зафиксировали в тексте договора основополагающие моменты, которые интересуют население и республики Адыгея, и Краснодарского края. После глава Адыгея провел в главе Краснодарского края небольшую экскурсию по городу. Для Вениамина Кондратьева этот визит стал первым в статусе руководителя Кубани. Аслан Хакушинов показал ему центральный спортивный стадион «Дружба». Сейчас его реконструируют. После Кондратьев поделился впечатлениями столицу республики он назвал солнечной и дружелюбной.